Здарова парни, как всегда с вами Намко, продолжаем играть ММРчик, 4300 уже есть. Кто-то говорил, что я солью, да, после четырех, но я набрался терпения, я, знаете, очень-очень много ублюдков играет, ну на любом ММР, не важно. И после каких-то таких сливных игр, я, когда игра вроде должна выигрываться, но с тебя кидает оконченное какое-то уебище, и за него ты проигрываешь, хотя вы играете хорошо, но минус один человек делает игру за противников. Я с этого игорел раньше, и просто, ну не мог нормально играть, я сливал потом после такой игры, игр 5 мог пойти слить, если что-то пошло не так, я мог пойти фидеть, короче, я очень сильно подгорал. Сейчас набрался терпения, и играю каждую игру до конца, ну практически каждую, да, стараюсь, в общем-то, и после проигрыша я не горю, я играю следующую игру, по новой, так скажем. Вот, 4.300, кто-то говорил, что после 4-х я солью, да, вот видишь, ты ошибся. 4.300, немножко поделюсь, насколько может быть тяжело здесь играть на этом рейтинге, у кого его нету, у кого может быть выше есть, может быть ниже, да, не все же играют на 4-х тысячах. Скажу так, в принципе, основная масса людей, ну, играет более-менее неплохо, то есть, уже какие-то понимания игры есть, да, если сравнивать с ММРом, там, на тысячу, на две ниже, люди уже более-менее понимают, что делать в игре, они играют немножко более командно, но проблема этого ММРа, 4-х тысяч, относительно ММРа ниже, выше, не знаю, как там. Здесь очень много людей, которые, знаете, вот, очень много раз попадались такие люди за меня, я проигрывал такие игры постоянно. Человек берет мид и уходит с мида 0.10, что-то у него. Человек берет кора и за 25 минут выфармливает ПТ, стояв триплей. Это игра вчера была, вот, на морфе челик взял морфа, я даже покажу. Блин, а кем я играл? Баратрумом? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, да, вот, эта игра, я играл Баратрумом, у нас была трипла из морфа, феникса, рубика, они стояли против феникса с пуджом, пудж, который гангал, ходил по карте, он, ну, стоял на линии, но он гангал, то есть его половина времени не было на линии. И вы представьте, вот только себе представьте, они умудрились, блядь, я не знаю, это нельзя назвать, что они стояли против двух героев триплой. Они стояли против полтора героя триплой и умудрились проиграть линию, блядь, это, это, это смех, это смех. И вот это уебище на морфе, оно выформило себе вот такие вот артефакты за, сколько игра шла? 45 минут. За 45 минут кор, который стоял в трипле, вот выфармливает вот такие вот артефакты. Это, и такое, вот такие игры бывают часто, но чаще всего мидер, мидер у меня уходит с мида со счетом 0.10, и все, игра заканчивается. Как бы, понятно, окей, хорошо, там его могут гангать, там то-сё, но, ребят, нормальный опытный человек, он сам себе купит варды на мид и не будет подставляться. То есть тут проблема не в команде, проблема в самом мидере. Конечно, команда могла бы там с FTP делать, все такое, но это все хуйня, ребят. Вот, если человек не понимает, что надо делать, если его там путь ходит гангать постоянно, он не может себе за 50, сколько, 70, 70 рублей, блять, себе купить вард, это, ну, это его проблема. Это значит, что он дебил. Вот, и проигрывал достаточно много игр с такими людьми, которые вот просто с мида 0.10 уходит, парень, и все. Вот, в принципе, в принципе, 4.300 где-то у меня получается, знаете, как играть? Ни хрена себе я вчера игр сыграл. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать игр. Достаточно много. Но я в последнее время много играю. Вот, значит, где-то в день у меня получается поднимать по 100 рейтинга. Где-то так. Вчера был какой-то день невезучий. Вчера я проиграл достаточно много, я поднял всего где-то 50, 50 рейтинга. Вот, сегодня... Сегодня я уже 50 поднял, сегодня я сыграл две игры, две победы. Заметил такую вещь, что типы пикают виверов. Очень часто пикают виверов, я заебался против них играть, и невозможно. Они просто, блядь, я не знаю, что с ним сделали, какие там таланты у него появились, но он какой-то, блядь, хуй знает. Какой-то он сильноватый, по-моему, стал. И плюс, они им сплитят очень хорошо, поэтому тяжело играть. Беру баратрум, либо селедку на пудже. Пока не играю практически, ну, редко. В некоторых ситуациях беру пуджа. Обычно стараюсь брать что-то такое, чем можно, блядь, не знаю. Как это объяснить, даже сложно. Ну, что-то мобильное, вот, что-то мобильное, это либо, как называется, баратрум, либо сельдь, вот что-то такое. Что-то, чтобы там, в случае чего, бегать, генгать, пошустрее бы получалось. Пудж, он, в принципе, как раньше заходил, так и заходит. Вот, игру выиграл недавно на пудже, стоял соло. 11-13 счет. Ну, везде взял пуджа, только потому, что слишком много магии у противника было. И тут баратрум, в принципе, не нужен был. Слишком много магии, беру пуджа. Два раза сдох на линии, по-моему. Да, два раза сдох на линии, у себя нафидил. Но мы выиграли, потому что тут, как бы, паджик, магия, вы понимаете, да? То есть, беру по ситуации, ну, вот, барасельдь получается. Что-то еще хотел добавить. Забыл. Ну, вроде как, все. Сейчас возьмем 4500. Кто-то в меня не верил, ребятки. Все заключается в том, что я пока не сгорел. Вот пока не... Вот предыдущая игра, смотрите. Предыдущая игра загрузится. Мы играли. Я стоял с селедкой соло, понятно. А, не, не соло, с некром мы стояли. У нас был сикер лесной. Этот ублюдок покупал рапиры и отдавал противнику. Понимаете, раньше я бы с такой игры сгорел. Мы ее выиграли. Просто таких ублюдков полно здесь. Бля, я не знаю. Здесь слишком много... Здесь слишком много людей, которые калибруют аккаунты. Здесь слишком много людей, которые покупают аккаунты. И вот все вот это попадается либо к тебе в команду, либо против тебя. И тут, знаете, все... Удача, удача важна. Все зависит от того, выиграешь ты или нет. Зависит от того, попадется тебе в команду человек, который купил аккаунт, либо в чужую команду. И тут, в принципе, видите, бывает достаточно часто поражения идут. Ну, хотя у меня нет таких, чтобы прям стриков из поражений. Ну, вот почти три подряд, да. Бывает, наоборот, три подряд видно, потому что... При всем при том, что Сикер фидел, да. Ну, он не фидел, он отдавал рапиры. У них, не знаю, абуза какая-то была. И, по-моему, это то ли Луна, то ли Путш. Они как-то не доигрывали. Все, в принципе. Что хотел сказать, сказал, ребят. Ждите новостей. Как будет, 4500 я сниму. Если есть какие-то вопросы, задавайте. С вами был Намко. Пока.